пряжа для ручного вязания состав стопроцентный хлопок значит берем скотч и то количество шнуров которые нам нужно наклеиваем вот рельефом вверх один к другому количество шнуров может быть абсолютно разное и 5 6 10 в зависимости от ширины какая нам нужна ширина вот этой полоски ну вот у меня даже 5 шнуров получилось тоже хорошо вот и цепляю это к столу вот у меня салфеточка тут значит и начинаем с центра вот у меня лежат 5 шнуров берем центральные перекрестили их теперь вплетаем с этой стороны вот так вот я не могу положить видите этот сверху и этот сверху поэтому здесь я заведу его под низ с другой стороны берем шнур сверху снизу вот у вас плетение пошло видно да вот два шнура лежат вот видите вот я не могу вот этот шнур сверху положить мне его надо под низ завести снизу сверху вот плела я все 5 шнуров а теперь мы идем так же как я вам показывала с крайних то есть берем крайне заводим через два с этой человек получается через один но был бы 6 шнуров было бы четное количество вот вот видите что получается и обязательно их разводим разные стороны чтобы нам не запутаться вот то есть у меня получается 5 шнуров до 3 с одной стороны 2 с другой стороны берем крайне крайне проводим сюда под него с этой стороны опять же крайне под низ и сюда и вот таким образом мы плетем длинную полоску какая нам нужно вот здесь у меня было 1 2 3 4 5 6 7 8 8 шнуров получается вот такая вот ширина ну ширина шнура у нас зависит от размера который вот нам нужен